Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкиленбург. Вы смотрите 652 серию. Итак, сегодня мы играем в семейки Селесточки. У нас лето, хорошая погода, поэтому я думаю, что нужно побольше времени проводить на улице. Вот, Изабелла катается на качеле, вроде бы счастливая, довольная, но на самом деле она психует и нервничает, потому что мама не разрешает ей ехать в лагерь. Она тут пытается отпроситься у Дорис в лагерь, там где вот лыжный спорт. Я не знаю, как эти лагеря называются, но, в общем, так, крохотный грызун, большое приключение у нас нашел. В общем, она говорит, что, мам, там так классно, там вот, блин, ребята и на лыжах катаются, и на сноуборде, там скалолазанье. Вот мы бы с Мелоди могли поехать, но Дорис у нас категорически против, вот, тем более, что, ребят, мы были в прошлой серии на стриме как раз-таки вот в этом месте. Мы ездили вместе с Изабеллой, Дорис, Изабелла с дочерьми, в общем, они поехали в это место, скатились там пару раз на лыжах, и Дорис это все закритиковала, сказала, что это слишком опасный вид спорта, что она не может Изабелле позволить ехать туда, в общем, говорит, что нет. Изабелла расстраивается, говорит, ну, как же так, ну, в общем, вы поняли, что Дорис у нас будет очень строгой мамой, вот, и будет контролировать каждый шаг своих детей. То есть, даже вот, ну, на улицу им, даже во двор нельзя будет без мамы выйти, везде, как бы, она будет с ними. Вот, я думаю, что сейчас, как бы, Дорис у нас до сих пор в декрете, пока у нас маленькая Эстель, ну, сегодня, кстати, Эстель повзрослеет, вот, и когда Эстель пойдет в первый класс, то Дорис будет вместе с ней, как бы, ее классным руководителем, вот, то есть, станет вести этот же самый первый класс, чтобы Эстель всегда у нее была под контролем, чтобы она всегда видела, что с ее дочерью, вот, ну, а насчет Изабеллы, то она просто будет ее, как может, контролировать, и, конечно же, ни в какой лагере она ее не пустит. Но она ей пообещает, скажет, что мы тебе купим, как только денежки появятся, мы тебе купим за 2600, есть такая штука по скалолазанию. Кстати, может быть, вот, день скидок будет, и сможем мы купить эту фигню. Ну, в общем, чтобы Эстель у нас как-то пыталась свою жизненную цель дома выполнять, ну, это Эстель, Изабелла это не особо устраивает, она психанула, говорит, все, все с вами понятно, пошла я, пошла я отсюда, не разрешила ей мама отправиться в этот лагерь. Ну, как бы, ребята, мне кажется, что это вполне нормально, и так должно быть, вот, после того, что пережила Дорис, она ни на секунду не оставит теперь своих детей, потому что она много видела, много знает и очень боится. Вот, мы уже в следующей серии, я уже вернусь, это уже последняя серия, которую записываю я наперед, когда я уже приеду с моря, будет, выйдет новое дополнение с фермой, там будет новый город, и, скорее всего, туда переедет у нас Дорис со своими детьми. Я не хочу их переселять же опять в этот снежный город и снежных просторов, потому что Дорис против, я думаю, что, ну, так и должно быть, она не может свою дочь разрешить заниматься таким экстремальным видом спорта. Поэтому временно мы не будем прокачивать Изабелле эту жизненную цель, какой бы она интересной и прикольной не была, но пока нет. Может быть, там какие-нибудь будут выходные, они всей семьей смогут туда поехать. Только так она сможет это выполнять, а сама с Мелоди, конечно, туда она ездить не сможет. Вот, Изабеллу это будет крайне бесить, потому что она хочет, вот, хочет, но нельзя. Друзья, давайте мы Изабелле купим дневник. Дневник из набора родителей, из игрового набора родителей, который на замочке и в который можно там секретики свои записывать. Вот, игровой набор родителей, вот этот дневничок. Давайте ей купим его, пусть записывает свои переживания, психует. Она у нас, кстати, это самое, холерик. Вот, я думаю, что ей нужно будет иногда выпускать пар, она еще и задиристая. В общем, она рассердилась очень, что мама так делает. В принципе, она как бы и понимает, но она не хочет этого понимать. Думает, что, ну что ж, такое, как с мамой, случается там раз на миллион. И, конечно же, с ней она считает, такое никогда не произойдет. Поэтому можно бы ее куда-нибудь отпустить. Но мама против. Так, и еще горшок нужно купить Эстель. Вот она в туалет у нас хочет. Сегодня день рождения, кстати, Эстель. Но я, опять же, не хочу большой праздник. Лучше так просто сами посидим. Вот, не хочу ни Ванессу приглашать. Мы уже, когда устроим новоселье, когда переедем в новый дом, то мы тогда пригласим Ванессу и их семью. Вообще, я думаю, что Дорис не будет любить какие-то шумные вечеринки. Как у нас, например, иногда проходит в доме наследника. Она будет приглашать только семью Ванессы. Потому что с Ванессой она дружит. Вот, Изабелла дружит с Мелоди. Ну, Кристофер и Чарльз. А остальных я даже вот с Фиби я не вижу смысла приглашать. Дорис после того, что с ней случилось, стала очень замкнута. Она недоверчива вообще к людям. И, ну, просто вообще ей не до веселья. После она потеряла мужа, следом маму. Осталось у него двое дочерей. И, ну, Ксавьер, конечно, там иногда будет приходить в гости. Но каких-то там вот больших дней рождения, грандиозных, я думаю, что она не захочет устраивать. Вот, то, что мы как бы вот Изабелле там в гости приходили, когда у нее был день рождения. Это просто, что Изабелла просила. А так, я думаю, что не будет это на постоянной у нас основе. Так, что, спать уже пора? Ну, ложись тогда спать. Давайте мама у нас вот к горшку поприучает Эстель. Сегодня Эстель, да, я же сказала, что у нее день рождения. Сейчас мы пойдем испечем тортик. Вот, и с утреца, сегодня у нас среда, да, с утра можно отметить ей день рождения. Пока Изабелла у нас еще в школу не пойдет. А Изабелла, кстати, впервые пойдет уже в школу, которая подростковая. Я хотела в начале серии ей дать задание, чтобы она домашку делала. Но у нее, к сожалению, домашка пока только первых классов, начальных классов. Вот, поэтому не может она. Так, у нас еще тут пришибленная собачка наша бегает. Как ее зовут? Шампур. Шампур это сыночек шашлыка. Меня эти собаки уже так достали. Я не знаю, я... Ну, наверное, шампура мы с собой возьмем. Ну, а так я бы поотказывалась уже от всех даже наших собак. И пораздавала им их к чертям. Вот, и, возможно, попробовать можно взять кошек каких-нибудь. Но это тоже не точно. Так, давайте мы Эстель спать уложим. Вот, пусть спать ложится. Это Дорис у нас хочет в туалет. А Эстель тоже хочет в туалет, сидит на горшке и все никак не сможет. Кстати, Эстель у нас легкомысленная. Мне вот интересно, что сегодня скажет ей генератор по этому поводу. Я тоже, ребят, знаете, еще думаю, надо как-то что-то с генератором этим решать, потому что, ну, хрень какая-то происходит. Вот, Эстель легкомысленная. Если ей сейчас, например, выпадет черта характера гений, ну, или что-нибудь такое, то это будет как-то не увязываться. Я просто посмотрела предыдущие, ну, не предыдущие, а вообще детские черты характера наших Симов. Так вот, получается, Чарльз тоже был легкомысленный. А вырос, стал подростком и вполне себе такой взрослый, ну, и приличный Симник. Ни капельки не легкомысленный. А в то же время Мигель у нас был то ли очаровашкой, ну, в общем, Мигелю бы легкомысленную черту характера. Я думаю, может быть, мы как-то будем, ну, я не знаю, как это прописать в генераторе, ну, просто делать так, что если, например, Сим легкомысленный, если ему выпадает черта характера какая-то серьезная, то есть противоречащая его предыдущей черте, то тогда перегенерировать. Ну, опять же, я не буду делать этого сегодня, все-таки хочу послушать ваши комментарии, ну, ибо фигня какая-то получается. То есть, как же так, Чарльз у нас легкомысленный, а потом стал серьезный. Слушайте, а Эстель тоже характер проявляет, психует, не хочет она спать. Изабелла проснулась, говорит, что вы тут шумите, не можете улечься. Смотрите, у нее истерика, да, она истерику устроила. Уж ты какая? Молодец. У меня и Нандрюшек тоже так иногда психует. И сама пошла спать, да? Нет, говорит, мама, не хочу я, чтобы ты меня укладывала, и сказку мне не читай, я сама лягу спать. Слушайте, а правда, что из нее вырастет? Ну, я думаю, что, опять же, это из-за того, что у нее легкомысленная черта характера. Если генератор ей выберет что-то такое, ну, как бы немножко серьезное, скажем так, я думаю, что это будет несоответствие, и нужно думать, просто как-то контролировать это и перегенерировать, если какие-то вот несостыковки происходят. Так, давайте мы Дорис отправим в туалет. Вот, сходим в туалет, и пойдет она ночью приготовит. Так, пришли Ролан, но Ролан не впервые, по-моему, пришел, я его уже видела, и Нейтан, смотрите, и Рэй, вот Рэй точно первый раз пришел. Боже ж ты мой, пришли, так сказать, самые свежие Симы, ну, в смысле, что, которые еще совсем недавно были живы. Дядя пришел, папа Дорис и ее муж. Кошмар какой-то. Мы недавно в группе ВКонтакте обсуждали такую вещь, видят ли Симы призраков. Так вот, я считаю, что не видят. Ну, мне так кажется, потому что они очень часто проходят мимо и не обращают на них внимания. Но если я тыкну на призрака, конечно, с ним будут действия, и Сим может взаимодействовать. Но, по-моему, сам по себе он с призраками никогда не взаимодействует, но может испугаться, если увидит там, что шевелится, это самое, короче, ну, что там, диван. Ну, если Сим вселяется в призрак, в какой-то предмет, то Сим этого пугается, то есть он видит последствия, что чудят эти призраки, я думаю, что все-таки не видят они привидений. Вот, к чему я это говорила, я не знаю. Просто недавно мы этот факт обсуждали. Так вот, я думаю, что призраки тут сами что-то делают, сами по себе, вот, а живые Симы их не видят. Но иногда, когда они прям сильно бушуют, то вот как полтергейст, они видят, что там предметы двигаются, и пугаются этого. Так, мы приготовим тортик, чтобы Стэль у нас с утра задула свечи, и мы отметили день рождения. Я уже прям переживаю за ее, эту самую, господи, черту характера. Но дело в том, что у деток, у школьников, у них там особо нет плохих черт, у них там более-менее все нормально. То есть, ребенку не может что-то плохое выпасть, там, типа, где-то ненавистник, ревнивый. Эти черты, они уже доступны только подросткам. Поэтому, скорее всего, ей что-то выпадет нейтральное. Ну, будем надеяться. Будем на это надеяться. Ролан, видите, по Ирис тоскует, хотя Ирис уже там, где-то рядышком с ним. Нейтан, как всегда, наверное, пишет что-то. А Рэй, как всегда, играет в компьютерные игры. Ну, представим. Потому что он то же самое делает, что и Нейтан. Они, походу, оба чатятся с кем-то. Вот. Ну, а Ролан... Ролан у нас... Ну, Ролан, я не помню, играл он на скрипке или нет. Но жена его точно играла. Наверное, вспоминает о ней. Блин. Ой-ой-ой. Ой, Чучундрик. Блин, Чучундрик. У нас чудо в перьях. Его надо бы не забывать подкармливать, чтобы как-то сожрулька не случилось. Но просто когда он начинает вонять, вот эта штука воняет на всю эту, на весь дом. Она такая вся зеленая. И просто невозможно этого не увидеть. Так, я поставлю в холодильник пока тортик. Потому что он... Этот тортик у нас испортится. Так, давай, а ну, быстренько поспи. Ну, вот, а то совсем сил не будет. Тяжело очень, Дорис, смотреть на этот дом. Несмотря на то, что я уже говорила, там живут другие симы, нормальные соседи. Ей очень больно. И поэтому мы переедем. Не может она здесь оставаться. Вот, переедем, попробуем. Может быть, хозяйство свое заведем. Как оно пойдет. Но вот точно Изабелле нельзя будет заниматься тем, что ей нравится. Но мы попытаемся. Мы купим ей вот эту штуку для скалолазания. Вот, чтобы... Чтобы она хоть как-то может быть... Что ей нужно по жизненной цели, Изабелле? Ей нужно... Третий навык скалолазания как раз нам может эта штука помочь. Ну, вот, пешеходная тропа. Это нужно в тот город ехать. Кататься на лыжах. Так, какие-то духи леса. Но это все в этом городе. Может быть, мы как-нибудь маму уговорим вместе с мамой. То есть, если, например, Мелоди и Изабелла, и вместе с ними Дорис пойдет. Вот, Эстель, например, можно будет оставить на Ванессу в виде исключения. Да, как-то там... Вот. И Дорис, например, могла бы с девочками пойти. То тогда мы будем выполнять эту жизненную цель. А так, саму, конечно же, Дорис ее не отпустит. Так, я немножко проматываю, чтобы время шло. Ролан, кстати, очень любил Дорис. Дочка его единственная. Я думаю, что он тут пришел как раз, чтобы с ней поближе посидеть. Ну, вот, побыть с ней. Вот эти, вот, знаете, все неприятности на Дорис как раз свалились после смерти отца. Программист. Программисты, блин. Какой ты программист? Ты же писатель у нас. Пришел, сломал дочке компьютер. Обалденный папа. Ну, он ее очень любил. А еще Дорис очень любила бабушка. Вот Вики. И я недавно думала, что она сама очень сильно похожа на бабушку. Внешне вообще никак не похожа. Но вот именно то, что она вся в черном. Вот как-то вот Вики после того, как она потеряла Дугласа. Давайте мастера наймем. Папочка тут постарался. Вот после того, как Вики потеряла Дугласа, она у нас перестала волосы, я помню, красить. И ходила до конца жизни в черном. Дорис, конечно, прям совсем в черном не будет ходить до конца жизни. Но все равно она будет скорбеть по Рею. И вот как-то этим самым она мне Вики напоминает. А Вики, если вы помните, она просто обожала. Блин, жалко нету с Вики картины. Надо с бабушками тоже картины рисовать. Вики очень любила свою внучку. Она ее учила, кстати, садоводству. И, может быть, поэтому Дорис и вспомнила, что вот бабушка мне сколько рассказывала, как нужно поливать растения. Может, поэтому она захотела куда-то в другой город, где большой садовый участок, еще и завести каких-то там домашних животных. Может, поэтому ее и потянуло туда, на ферму. Может быть, это влияние Вики. Так, давайте мы будем будить наших девочек и отмечать день рождения Эстель. Только добавим свечи. Так, у меня вечно проблемы с этими... С этими тортиками. Я не знаю, как их добавлять. Ну, в смысле, как их ставить так, чтобы... Вот, надо по центру тумбы поставить. Да, вот теперь можно добавить свечи. Добавить свечи и загадаем желание. Это, кстати, вот Дорис с папой. У нас теперь есть еще картина Изабеллы с мамой. Нужно будет еще и Эстель с мамой сделать картину. Напомните мне, ребята, еще... Так, контроль над эмоциями, сочувствие. Я так понимаю, что это Изабелле. Вот я не хочу ей сочувствие прокачивать. Хотя контроль над эмоциями, блин, ну это тоже... Это тоже не для нее. А что же выбрать-то? Ну, пусть пытается контролировать эмоции. Не знаю, как у нее получится. Так, ну вот я хочу, чтобы у всех симов у нас было хорошие манеры. У нас в Текелинбурге прям у них такая, не знаю, фамильная, отличительная черта характера. Они у меня почти все с хорошими манерами. Так что этого не отнять. Просто это, на самом деле, очень просто прокачивается. Постоянно нужно ставить вот эти вот красивые тарелочки на стол. Они, правда, обалденные. Я их постоянно ставлю, потому что без них стол какой-то пустой. Так, все, помочь задуть свечи. Давайте. Эстель у нас отмечает сегодня день рождения. Что она может, например, от мамы получить? Доброту. Кстати, да, было бы хорошо. Творчество. Это больше даже было бы от бабушки Ирис. Вот смотрите, Изабелла. Хоть она и похожа на бабушку Ирис, но вот она творчество это не унаследовала. У нее тяга к экстриму. И растяпа. Я не помню, могут ли быть дети растяпами. Наверное, могут. Но вот эти все черты, как бы, наверное, Эстель могла бы унаследовать от мамы. Ой, посмотрим. Давай. Задувайте свечи. Давайте еще раз дам это действие. Помочь задуть свечи. Так, итак, давайте загадываем желание. Я всегда загадываю, чтобы генератор что-то нормальное выбрал. Потому что, как выберет что-нибудь. Так, вообще, не знаешь потом, что с этим симом делать. Такс, ребят, ну что, будем надеяться на лучшее. И надеемся, что у нас только Изабелла будет с таким вот характером. Несносным. А Эстель будет у нас как-то подобрее. Так, и выбираем черту характера для ребенка. Эстель у нас будет Книжный червь. Опа. Это... Слушайте, ну какой из Рея был Книжный червь? Он-то в основном в игры играл. Может, в нем это не проявлялось, Книжный червь? Это интересненько. Так, а ну мечта детства там... Это Вундеркинд. Ну вы посмотрите. Вы посмотрите. Маркуша что? Маркуша это регенерация? То есть реинкарнация? Ё-моё. Вундеркинд, Книжный червь. Интересненько, интересно. Слушайте, это круто. Это круто. Да, это очень прикольно. Книжный червь. Настроение этих персонажей повышается от анализирования книг. Они также могут обсуждать книги различными способами. Но вот знаете, все же то, что Эстель у нас была в детстве легкомысленной, меня немного смущает. И вот я бы впредь все-таки... Ну, опять же, это все настолько сложно. Слушайте, она тоже что ли на Дорис похожа? Ну давайте посмотрим. Мама дорогая, она тоже на Дорис похожа? Я думала, она на Рея больше похожа. Наверное, Изабелла больше на Рея похожа. Так, ничего не понятно. Давайте пойдем в этот самый генератор, говорю, в кассы. Посмотрим на нее. Ну, интересненько, конечно. Но опять же, то, что она была в детстве легкомысленной. Ну почему бы ей не быть самостоятельной? Ну или что-то нормальное иметь? Почему ей, блин, это легкомысленное выпало? Почему генератор вечно мне свинью подсовывает? Слушайте, ребят, ну это Дорис. Она на маму похожа? Да ну? Что, серьезно? Офигеть. Ну, подбородок мамин, носик, по-моему, тоже мамин. Да и глазки мамины. Она на маму похожа? Все-таки Иза. Иза у нас похожа на папу, а Эстель на маму. Ну это вылитая Дорис. Давайте просто реснички добавлю. Так, могу приблизиться. Какая милая девочка. И еще, смотрите, одели ее какую-то ученицу какую-то. Интересно, очки бы ей пошли? Она... Хотела сказать я, что она могла бы быть доктором, например, как... О, похоже, знаете, на кого? На Кассандру Гот. В очках немножко. Она... У нас Эйприл, да, была врачом. Но это не наша линия. У нас же Эйприл это линия Андрея, а это линия Селесты. Прикольно, прикольно. Не знаю, почему бы и нет. Там прическу какую-то другую подобрать. Мне нравится, интересно. Что ей можно выбрать из предпочтений? Давайте забудем о том, что она в детстве была легкомысленная. Хотя вот... Меня это прям уже раздражает. Ну, как же так? В детстве легкомысленная. Сейчас прям уже и книжный червь тебе, и вундеркинд. Ох, так. Она у нас вся темненькая. Давайте пусть черный любит. Ну, не знаю, как ты. Темненькая она такая. Пусть любит черный. Ну, и... Не знаю. Мне кажется, ей красный идет. Она в детстве во всем красном ходила. Давайте красный пусть тоже любит. Мне нравится. Ей идет красный цвет. Так, насчет музыки я не знаю, чтобы ей подошло. Я лучше на увлечение посмотрю. Нет тут ничего такого серьезного. Давайте пусть она любит играть в компьютерные игры. Ну, просто, чтобы время побольше за компьютером проводила. Нет тут никаких шахмат, к сожалению. Вот, ну. Будем как-то думать, что бы она могла делать. Как прокачивать. Я попробую, кстати, Эстель выполнить жизненную цель. Я вот сейчас почему-то Эстель хочу все время Дорис назвать. Вот на Изу я смотрю, и я не хочу ее Дорис назвать. Я, ну, мало в них такого сходства вижу. Все-таки она больше на Рея похожа. А Эстель теперь чувствую, я буду Дорис называть до конца дней. Так, давайте возьмем тортик. Посмотрим, что здесь Эстель нужно для дня рождения, для выполнения жизненной цели. Сыграть три партии в шахматы. Пыль у нас образовалась. И почитать со взрослыми в течение двух часов. Я думаю, что вот эта мама нам поможет. Она будет теперь как раз-таки активно заниматься детьми. По поводу школы, она как бы по наследству. Школа у нас досталась Дорис, но мы все равно можем там директора другого нанять. Директор это не значит, что он владелец этой школы. То есть владелец у нас все равно Дорис, но кого-то мы другого наймем. Потому что Дорис у нас совсем не карьеристка. Тем более, когда она будет этим всем заниматься, ей нужно за дочерьми смотреть. Для нее это намного важнее. Вот, так что нам нужно там со взрослыми сделать, почитать со взрослыми в течение двух часов. То есть, наверное, это чтобы взрослый нам почитал. Я так думаю. Давайте книжечку. Боже, книжный шкаф у нас в этом доме есть или нет? Давно у нас не было книжных червей. Ну, как бы у нас книжный червь был Рэй, но он больше по компьютерам. Он, наверное, в компьютере там себе что-то и читал. Так, давайте мы купим для детей. О, кстати, здесь можно было купить дневник. Давайте про Радугу купим книжечку. Так, открыть. И Дорис... Дорис попробует почитать. Почитать ребенку. Тут просто как бы почитать со взрослым, будет ли это засчитано или нет. Так, Мишель там что-то с Ичаханом все не поделит. А что у них такое там... А, у них были проблемы, но вроде бы как решили их. Так, Иза, ты сегодня идешь в школу? У Изы сегодня, по идее, первый день. Ой, посмотрите, нигде не работает. Подожди, ты что, молодая? Нет, она подросток. Интересненько. Может, у нас какой-то выходной? Хотя все равно было бы написано, что там до школы еще три или четыре дня. Ой, это какое-то новое, кстати, событие. Полный отрыв. Полный отрыв – это эксклюзивный музыкальный фестиваль, который будет проходить в городе в течение определенного периода времени. Но я, наверное, не успею уже это сделать. С Мелоди можно было бы сходить, но Изабелле все равно туда нельзя. Так что ей открыточка пришла, и она такая, нифигашеньки, взглянуть на билет в багаже. То есть ей даже билет пришел. Круто. То есть никому билет... Нет, всем пришел билет. Ну, мама сказала, что, знаете что, сходите вы с этими билетами, сами знаете куда. Так, засчиталась Эстель эта штука или нет? Эстель, ты что, тут на бар уже смотришь? Не, я понимаю, что ты кровный стекеренбург, но совесть-то имей. Да, у нее засчиталось. Отлично. У нее все засчиталось, и давайте пусть она поиграет три партии. Но для того, чтобы сыграть партию, нам нужен, в общем, противник. Поэтому мы вот с мамой сыграем в шахматы. Давайте посмотрим, у кого там что Эстель могла унаследовать в плане мозгов. Я так понимаю, что она этим делом не обделена, как оказывается. Я последнего такого помню. Вот Маркуша был у нас умный. Ну, Эйприл, да, тоже она доктором была. А почему же Фиби? Ну, это все, понимаете, это все ветка Андреа, Эйприл, Фиби. А тут у Эстель откуда-то взялись такие способности. Непонятно от кого. Ну, Селеста тоже, она же как бы... Хотя книжный червь. Может быть, это как раз-таки писательство имеется в виду. Не обязательно. Почему-то я ее сразу в гении, как Маркушу, записала. Маркуша не был книжным червем. Маркуша у нас был гением. А я ее что-то... Что-то в гении я ее записала. Она просто книжки любит. Возможно, это действительно от Рея. Ну, и не забываем, конечно же, о бабушке Селесте. Ну, 30 раз про бабушке, точнее. Сколько раз? Это даже уже не два раза, а три раза про бабушку Селеста. Вот кто ей Селеста? Селеста. Смотрите, сын, внук, правнук, пра-пра-внучка, пра-пра-пра-пра-внучка. Три раза, да, по-моему? Жесть. Ну, видимо, вот передалось через столько поколений. Она была писательница. Дедушка, кстати, у нее тоже подписывал. Да и как бы все, как все нормальные люди. Вот. И дядя, то есть двоюродный дедушка Нейтан тоже был писателем. Возможно, это в писательство она ударится у нас. Ну, я как-то ее почему-то гением увидела. Ну, в смысле, что умненькая она у нас станет. Так, ладненько, ребят. Напишите, что у нас тут с... С Изабеллой? Я не пойму, почему она у нас не ходит в школу. Может быть, мама ее на домашнее обучение отправила? Вот. Потому что, ну, хотя вот у Эстель есть школа, а у Изабеллы нет. Ладно, всем спасибо за внимание и всем пока-пока-пока.